Цена на российское голубое топливо в этом году достигла рекордных показателей. Сейчас Молдовы закупают газ у РФ по 1458 долларов за тысячу кубометров. Это не могло не сказаться на конечных потребителях. Тариф превысил 1 евро за кубометр. Дмитрий Держанский из Кишинева подсчитывает, сколько этой зимой придётся платить за газ, если расценки не изменятся. У него семья из трёх человек, живёт в квартире площадью 65 квадратных метров. В феврале самые большие, там 180, 4000. Это сколько в евро? 200 евро. Чтобы оплатить счета, придётся не только больше экономить, но и больше работать, резюмирует Дмитрий. Семья пришла к выводу, что им выгоднее снять на зиму апартаменты где-нибудь в тёплой стране, например, в Болгарии или Греции. Мы сейчас оказались зависимыми от России, зависимыми от России, от страны-агрессора. С одной стороны, мы осуждаем войну, а с другой стороны, мы ничего не можем с этим поделать, потому что нам нужно чем-то греться. И мы греемся российским газом. В прошлом году власти частично компенсировали расходы на отопление и газ всем потребителям. Но в грядущем сезоне, скорее всего, помощь будут оказывать только самым уязвимым слоям населения. Бюджетникам, зарплаты которых съела 33-процентная инфляция, многодетным семьям и пенсионерам. Ни в одну из этих категорий семья Дзержанских не входит. Председатель парламента Молдовы Игорь Гроссу в интервью ДВ рассказал, что власти готовятся к трудной зиме, поэтому на днях фонд компенсации пополнили почти на 25 миллионов евро. К тому же политик надеется, что осенью закупочная цена на российское голубое топливо снизится. По крайней мере, это предполагает формула, о которой договорился Кишинев с «Газпромом» в прошлом году. 1 октября – это дата, которая расчет меняется, будет не летний, а зимний, скажем так, на холодный период года, и это ведет к снижению цены. Уже сейчас власти призвали население добровольно снизить потребление газа этой зимой минимум на 15%. Они рассматривают сразу несколько сценариев, вплоть до того, что российский газовый гигант частично или полностью прекратит поставки голубого топлива в Молдову. Эксперт в области экономики Виарил Гырбу считает, что у «Газпрома» есть для этого законные основания. Существует пункт насчет аудита, мне кажется, сейчас уже растут задолженности «Молдовы Газ» по отношению к «Газпрома», и с этой точки зрения у Российской Федерации есть возможность легально, чтобы не было подозрений в том, что это политический фактор, можно легально перекрыть экспорт газа на территорию Аспекта Молдова. Но в то же самое время есть проблема с Приднестровским регионом. На другой возможности поставлять им газа нет, но Российская Федерация может сильно лимитировать поставки газа на правый берег Республики Молдова. Согласно договоренности, аудит задолженности по газу, поставленному на правый берег Днестра, должны были провести до 1 мая, но этого не произошло. Помешала война в соседней Украине, объяснили молдавские власти. Мы оповестили о том, что была отобрана компания, которая будет проводить аудит, и мы знаем, что и Молдова Газпроводит аудит, и счетная палата, часть долга готовы рассмотреть, погашение этапами этого долга. Мы доказали все открытости, чтобы решить эту проблему. И я думаю, что, ну, конечно, последнее решение за Газпромом, но с нашей стороны вся открытость. Тем временем экономист Виарил Гырбу считает, что власти должны сосредоточиться на вопросе диверсификации энергетических ресурсов и подумать над более нестандартными решениями, например, продвигать развитие отрасли зеленой энергии. Мы так выжить долго не можем, ну, полгода, ну, может, год. То есть, если ситуация будет сложной, и давление будет долгое время со стороны РФ, то Молдавия просто развалится на части, ну, или получит социальную дестабилизацию, практическую дестабилизацию, то есть люди просто не выдержат. Молдова опотребляет с учетом Приднестровья порядка 2,8 миллиарда кубометров газа. В этом плане страна практически полностью зависит от России. При этом для газового гиганта, как клиент, Молдова мелкая рыбешка. У Кишинева есть технические возможности импортировать голубое топливо, например, из Румынии, но, по подсчетам экспертов, его стоимость будет слишком высокой. Между тем, Молдова уже сделала первые запасы в хранилищах в Румынии. Однако этого объема газа хватит лишь на одну неделю в холодное время года и один месяц в летний сезон. Продолжение следует...